Всем привет! Это видео о том, как обойти блокировку сайтов провайдером в Украине или Российской Федерации. В видео мы рассмотрим, как перейти на сайт, заблокированный провайдером, Роскомнадзором или администратором сети. Смотрите, как получить доступ к сайтам ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Мейл.ру, Торрентом или онлайн-кинотеатром с помощью браузера Opera, браузера Tor, бесплатных расширений для Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Начнём, наверное, с самого простого способа обхода блокировки сайтов. Это использование бесплатного VPN в браузере Opera. Ссылку на скачивание Opera вы найдёте в описании. Вся прелесть встроенного в Opera VPN в том, что он работает без каких-либо дополнительных настроек. Чтобы активировать бесплатный VPN в Opera, зайдите в настройки браузера. Для этого выберите меню – настройки. В разделе «Безопасность» установите флажок «Включить VPN». В результате в адресной строке появится кнопка VPN. Нажав на неё, вы сможете настроить параметры VPN, включить или выключить функцию, посмотреть статистику использования данных. Проверим, как это работает. Для начала выключим VPN и перейдём, например, на Яндекс.ру. • Не удаётся получить доступ к сайту. • Включаем VPN и обновляем страницу. • Сайт доступен • Ещё одним способом обхода блокировки провайдером сайтов является использование Tor-браузера. Tor-браузер – это бесплатное IPO, которое предназначено для сохранения пользователями анонимности в сети и анонимизации трафика в целом. Это значит, что данный браузер можно использовать для получения доступа к сайтам, которые заблокированы провайдером. Браузер находится в свободном доступе и скачать его можно с официального сайта по ссылке, которая есть в описании. Чтобы воспользоваться им, достаточно его запустить и вбить в окне поиска сайт, который заблокирован, но на него нужно перейти. • Например, vk.com • Как видим, сайт доступен для использования • Или ok.ru • Всё работает. Но если вы не пользовались ранее ни Оперой, ни Тором, а привыкли к другому браузеру, отказываться от которого не намерены, то для вас также есть возможность обхода заблокированных сайтов. Речь пойдёт об установке VPN-расширений или расширений анонимайзеров на ваш браузер. Рассмотрим на примере браузера Chrome, но данный способ можно аналогичным образом реализовать и в Mozilla Firefox или Internet Explorer, а также в других браузерах, поддерживающих возможность установки расширений. Итак, рассмотрим несколько рабочих расширений. • Первое – это BrowSec. Чтобы воспользоваться им, перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. • Находим кнопку Install BrowSec for Free и нажимаем её. • Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера. • Нажимаем Установить. • Установить расширение. • После этого кликаем на появившейся иконке расширения и видим, что оно отключено. • Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. • Не удаётся получить доступ к сайту. • Отключаем переключатель расширения на ON. • Обновляем страницу с заблокированным сайтом. • И видим, что всё работает. • Второе расширение – ZenMate. • Перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. • Переходим по ссылке Скачать – For Browsers – Chrome в нашем случае. • Нажимаем ZenMate VPN для Chrome. • Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера. • Нажимаем Установить. • Установить расширение. • После установки расширения, для того чтобы оно начало работать, необходимо создать аккаунт пользователя ZenMate. Много времени это не займёт. У меня уже есть аккаунт, я просто захожу в него. • После этого кликаем на появившейся иконке расширения и проверяем, чтобы оно было отключено. • Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. • Не удаётся получить доступ к сайту. • Включаем переключатель расширения на ON. • Обновляем страницу с заблокированным сайтом. • Всё работает. • Третье расширение – PrivateX. Перейдите на официальный сайт разработчика. Ссылка в описании. • Переходим по ссылке «Скачать – Chrome» • Сайт автоматически перебрасывает на страничку расширения в магазине браузера. • Нажимаем «Установить» • Установить расширение • Установка прошла успешно. • После этого кликаем на появившейся иконке расширения и проверяем, чтобы оно было отключено. • Пробуем перейти на один из заблокированных сайтов. • Не удаётся получить доступ к сайту. • Включаем переключатель расширения на ON. • Обновляем страницу с заблокированным сайтом. • И видим, что всё работает. • Перечень расширений для обхода блокировки сайтов, конечно же, не ограничен этими тремя. Их большое количество. Есть хуже, есть лучше, бесплатные и платные. Возможны даже с ограниченным объёмом трафика. Я показал установку расширений с официальных сайтов разработчиков, так как такой способ подойдёт практически для любого браузера. Но если в вашем браузере, как и в Chrome или Opera доступен магазин расширений или дополнений, то эти и другие расширения также можно найти и установить прямиком оттуда. • В случае с Chrome, такой магазин доступен в меню настройки • Расширение • Ещё расширение • Если вам необходимо удалить какое-то расширение, то это можно сделать с меню расширения. Для этого достаточно кликнуть на иконки с корзиной • Удалить • На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!